В студии Руамизу с еженедельным итоговым выпуском последних известий. Здравствуйте. Новости политики. Новая Россия намерена создать славянское сотрудничество с СИМами Польши, Украиной, Белоруссией и другими. Нужно отметить, что эта инициатива вызвала интерес у наших славянских братьев. У нас в студии побывали представители польских земель. Добрый вечер, господа. Очень приятно видеть вас сегодня в студии. Очень приятно, что к нам приходят гости из других стран, из славянских стран. Сегодня у нас в студии два таких гостя. Ну и я попрошу вас, собственно, для начала представиться, рассказать каждый немножко о себе, как давно вы в СЛ, чем здесь занимаетесь, нравится, не нравится и вот все в таком духе. Так, как видите, называем się Talibak Talks 2, jako аватар в Second Life. Я jestem со стороны, и тоже так само, как Talibak. Я jestem его вообще помощником. Чем вы занимаетесь? Ваш основной вид деятельности в СЛ? В моем распоряжении есть сэндбокс, на котором расположен также клуб, клуб знакомств. А это клуб знакомств на польском, да? Не открытый на всеские народы. Он открыт для всех. В моем случае очень люблю культуру русскую. И поэтому приходите сюда. Для чего? Для того, чтобы выучить русский или просто вам нравится остров? Или вам просто нравятся люди на этом острове? Прежде всего мне нравится здесь архитектура. Очень нравится ему парк Артура, который хорошо передал свою визию, скажем так, реальную. Можно, и хотел бы тут выменить культуру. Польско-российскую. Меня интересует культурная, скажем так, замена, да? То есть он ищет здесь чего-то связанное с этим. Культурный обмен, да? Да, да, да. Романтизм. Также тут. Романтизм. Поэзия, спеванная, czy в ogóle поэзия. Поэзия, искусство. Замечательно. На фото там культура. Продолжение следует. Он говорит, что у нас очень похожая культура. Вообще существуют ли польские зимы? Творением штукой у нас даже есть у нас польский театр, где недолго, небавем, будет выставлена премьера. Они занимаются искусством. В данный момент в проекте у них театр. В данном времени еще точно ничего неизвестно, но он обещает, что как только что-то прояснится, то он обязательно даст знать здесь, на русских островах. В конце пару слов для наших телезрителей, какие-то пожелания, предложения. У нас запрошены до польской, очевидно. Приглашаю вас в Польшу, естественно. Патрон, клуб самотных сердц, сандбокс. Патрон, клуб. Луна-ланд. Луна-ланд. В пятницу, 12 ноября, состоялось официальное открытие обновленной русской деревни. Подробности в репортаже. Обновленная русская деревня открыла свои двери для всех. И этих всех оказалось настолько много, что сим начал слегка лагать. Впрочем, такие мелочи не испортили настроение ни посетителям, ни владельцам сима. Люди радовались первому снегу множеству различных аттракционов, катанию на лошадях и прочим развлечениям. Приглашенный диджей подобрал свои треки как нельзя лучше. Тема деревни была полностью раскрыта в них. Конечно же, не обошлось без праздничного салюта, торжественных речей и прочих атрибутов праздника. Артур Граденко поблагодарил всех, кто нашел время посетить деревню. И напомнил, что на ней можно приобрести в аренду дачи и скайбоксы. Мы продолжаем получать новости о работе нашего холдинга. В этот раз администратор Второй Москвы Васек Петров выразил свое мнение. Макар, ты видел, РО делает теперь видео. Делает видео, представляешь, и рекламирует нас. Вот лучшего, понимаешь, просто не придумать даже. Мы же в свою очередь благодарим войска и администрацию Второй Москвы за оказанное доверие. Жители русского сегмента ССЛ создают порой удивительные по красоте вещи. Ювелирные украшения, одежда, шейпы, мебель и многое другое. В нашей передаче мы будем рассказывать о таких людях. И сегодня речь пойдет об Изабел Содерстору. Изабель в ССЛ не новичок. И хотя она практически не появляется на российских симах, она очень популярна. Специализируется Изабель на салютах. Ее частенько приглашают на праздники открытия дискотеки и свадьбы. В ее коллекции есть фейерверки на самый разный вкус и цвет. Свадебные, фирменные, цветочные. Можно также заказать персональный салют с логотипом фирмы, к примеру, или фотографиями любимого. Стоит это удовольствие не так дорого, а подарок получится замечательный. Работают фейерверки очень просто. Выставили коробку с салютом на землю, нажали на зеленую кнопку и дело сделано. Не забудьте отойти подальше, ведь фейерверк – вещь опасная. Из коробки вылетает заряд, который взрывается в воздухе. К счастью, Изабел производит свои салюты не в Китае, и они не взорвутся у вас в руках. Фирма гарантирует безопасность и качество. У Изабел есть свой магазин, но она осуществляет доставку и на дом. Новости 2-й Москвы. 9 ноября Борис Портал провел лекции на тему виртуальный секс. Наш журналист Кристик Фурман побывала на этом мероприятии. Мне, например, доставляет удовольствие, например, стонать и кричать. 9 ноября трактир «Истинные чувства» как никогда соответствовал своему названию. Известный ВСЛ-лектор Борис Портал решил провести встречу на тему виртуального секса. Надо отметить, что это вызвало большой интерес у публики. Свободного места в трактире практически не осталось. Желающих послушать и высказаться набралось очень много. Конечно, у меня есть разная публика. Есть разная публика, я имел дело в кровати. И скажу, русская публика не очень. Даже сказала бы очень плохо. Плоха чем? За торможенностью своей? Как сказать? За торможенностью. Скованностью. Скованностью, да. А зарубежная публика в этом смысле раскована, да, и дамы немецкого и американского происхождения, да, конечно, намного приятнее. А в чем эта приятность? Приятность? Ну, они больше, вот это вот, как сказать, ну, сексом занимаются больше, лучше. Я позволю себе не согласиться с Рэдисоном, да, как там было в той рекламе, да, вы не любите хошек, вы их просто не умеете готовить, да. Это в том плане, что если ему не попадались дамы, которые умеют, в общем-то, среди славян быть раскрощенными и отдаваться чувствам, ну, я ему просто сочувствую отчасти. Страсти в трактире развернулись нешуточные и продолжались не один час. Безусловно, такой деликатный вопрос, как секс в виртуальном мире, подлежит детальному обсуждению. Но даже спустя сутки разговоров участники диалога не придут к общему знаменателю, ведь каждый решает для себя, какой секс предпочесть – реальный или виртуальный. Так, у кого грим? Новости нашего холдинга. Администрация Новой России выделила под холдинг отдельное здание, стоящее на главной площади. В здании пять этажей. На нулевом этаже в холле вы всегда сможете ознакомиться с видеоверсией «Известий» и другими печатными изданиями, которые будут выпускаться в холдинге. На первом этаже студия новостей, а на втором – редакция программ, в том числе авторской программы «Бориса Портала» и телешоу «Модная Академия». Эти программы телезрители нашего канала смогут увидеть уже в этом месяце. Третий этаж отдан под студию для записи интервью, программ и прочего видеоматериала. И на последнем этаже располагается дирекция холдинга. Напоминаем, что мы ждем всех желающих работать в нашем холдинге, как на телевидении, так и в газете «Известия» и новом журнале, который выйдет в свет уже на следующей неделе. Наши программы и сюжеты выходят в режиме реального времени на канале YouTube по адресу, который вы видите на экране. Подпишитесь на наш канал, и вам будут приходить уведомления о новинках Нью Раша ТВ. Это все новости на сегодня. В студии был Роа Мизу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин